МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос, наверное, про самое главное, это про деньги, Сергей Константинович. Тот секвестр бюджета, о котором идет речь, интересует, каких расходных обязательств это коснется в части зарплаты, премии или расхода на какие-то закупки, на обновление материально-технической базы. Ну и в этой же связи связанный вопрос, какова ситуация с долговой нагрузкой региона, с госдолгом. Спасибо. Отчет будет выявлено, я думаю. Долговая нагрузка уменьшается. И здесь идет улучшение в целом ситуации по кредитному портфелю, уменьшается процент кредит, который были взяты. Республикализация портфеля идет постоянно. Что касается секвестр бюджета, вы знаете, ну, во-первых, ситуация в целом, мы видим, что мнение народов по региону в целом. Есть проблема в экономике, скрывать об этом. Значит, не стоит, не стоит скрывать и встать. Вы знаете, что беспрецедентные меры поддержки экономики уже действуют, особенно малого бизнеса. И поэтому вопрос снижения расходов, как может быть, Сахарович, приведение хотелок к объективным реалиям, это вещь необходимая, и это делают во всех регионах. Надо сказать, что мы не режем ни зарплату, более того, мы собираемся ее увеличивать. У нас растет зарплата в целом в регионе, во всяком случае, по статистике. Значит, может быть, если кто-то еще не почувствовал, значит, ну, почувствует в ближайшее время, потому что вы знаете, что зарплата бюджетников, значит, те, кто попадает под указ президента, она напрямую завязана с зарплатой в средней зарплате промышленности. Здесь динамика хорошая у нас. По данным Росстата, только реальная зарплата за первый квартал увеличилась на 7%. То есть 7% к аналогичному периоду прошлого года. То есть квартал-квартал сравнивается. Мы планируем, вы помните, мы собирались дополнительно увеличить заработную плату, но сейчас опять же приводим в порядок, переосмысляем затратные расходные статьи, бюджета обязательно будет. Значит, во всяком случае, как минимум 250 миллионов мы планируем потратить, значит, дополнительно на рост западной платы. И также сохраняются планы на доведение стипендий студентам наших региональных учебных заведений до МРОД. А вот возможность снизить затраты, называется, по прочим статьям, значит, у нас действительно хотелок было достаточно, лимиты доведены были с избытком. И сегодня мы сталкиваемся с чем? Значит, 700 миллионов на счетах наших учреждений лежат без движения. Значит, это неснижаемый остаток, это, конечно, в этих условиях непозволительная роскошь. Значит, это демонстрация, я не знаю, изобилие на внешний уровень, значит, на верхний уровень. Понятно, невозможно о чем-то говорить, о каких-то мерах поддержки. Мы поэтому и не попали, как регион, в список тех, кому нужна помощь. И плюс, вот, например, по маю месяцу, вот, уже май закончился, около 800 миллионов осталось невостребованных. Поэтому это серьезный вопрос. Вроде бы как программа в основном выполняется, значит, и в целом ситуация гораздо лучше по нацпроектам, чем в прошлом году, по освоению денег. Но в целом говорит о том, что с запасом запрашивали, мы деньги выделяли, не жалели, то есть и бюджет балансировался. Сегодня, сегодня, если хотите, те заначки, которые будут востребованы в этот непростой период, и они нам пригодятся. Мы поэтому снижаем, и сокращаем затраты. А что касается зарплат, то, как-то, может быть, неверно кем-то будет истолковано. Вы знаете, есть установки, они каждый год существуют, необходимость повышать эффективность, снижать затраты, сокращать численность чиновников, работающих, госслужащих. Мы понимаем, что на Колыме, но это особый регион, рынка труда как такового не существует, и каждое рабочее место, особенно сегодня, важно для человека, для его семьи. И мы планируем это, так называемое дело, секвестора, значит, по пустующим, то есть по вакансиям. И таких вакансий у нас, в принципе, 1400. Мы не планируем никого сокращать физически. А вот вакансии, значит, мы, грубо говоря, мы принимать никого, значит, не будем в это время на работу. Ведь вакансии, это то, чем можно сегодня, в этот сложный период, пожертвовать. Поэтому ни одного человека это не коснется, а вот вакансии будут сокращены. А для взрослых лето это пропадет или нет? Будут ли какие-то послабления режима, я бы так сказал, и возможности посещать рестораны, спортивные залы и так далее? На следующей неделе мы внесем дополнение изменений в постановление, касающиеся работы фитнес-центров, спортивных залов и предприятий общественного питания, назовем их так. Значит, опять же, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора после проверки, значит, готовности к их выполнению в каждом учреждении. Значит, это надо будет сделать, но если хотите, это дополнительная страховка, которая нам не помешает. Ну и очень важно еще раз не допустить вот рост распространения. Вы знаете, у нас один день ноль, другой день восемь. Значит, начинаешь, то есть разбираемся еще, контактные, да, плюс то, что мы вовремя выявили и изолировали, ну вот по уровню тестирования одни из лучших в Российской Федерации, значит, ну можно, места могут меняться, но дело не принципиально, ну стабильно, положительные, скажем так. и сегодня, значит, то фактически 95%, ну 90% всех заболеваний, это те ранее выявленные контакты, при условии выполнения постановления, это, я считаю, должно быть безусловно, постановление Роспотребнадзора, а если хотите прерывание контактов с другими людьми на 14 дней, значит, мы гарантированно разорвем цепочку заболеваний или передача инфекций от человека к человеку. Вот я хочу на это обратить внимание, вот сегодня это просто наглядно видно, значит, уже опыт появился, определенная статистическая наработка. В целом у нас количество выздоровевших больше, чем количество болеющих. И, если говорить, худший результат, вот за вчерашние сутки 8 подтвердили плюс, значит, ну и 8 выздоровевших. У нас по коечному фонду нет проблем. Значит, мы даже нормативный сегодня заполняем там на уровне 50 процентов, там чуть больше. Но при этом мы создали резерв трехкратный к нормативу. Значит, поэтому, причем не просто койки, значит, а койки оборудованы кислородом. Значит, тоже трехкратный запас к нормативу. Я думаю, что мы должны справляться. Есть замечания, всего-то и поступают жалобы. Там сегодня, значит, мы будем работать где-то... Сегодня очень важный момент, даже, наверное, не по ковиду, не по госпиталям. Задача поставлена перед министерством. Переход, как я говорю, на мирные рельсы. Нам необходимо не просто восстановить объем, а улучшить качество предоставления услуги. Нам нужны, значит, плановые и плановые осмотры, и плановые лечения, и плановые операции. И направление, в том числе, мы прорабатываем сегодня направление федеральные медицинские центры. Значит, вот в ближайшее время вот система работы будет возобновлена. Вот сейчас уже это делаем, ведем переговоры и консультации с ведущими федеральными центрами страны, с которыми у нас есть соглашение. Ваше видение развития ситуации в нашем регионе в тех отраслях, которые нас кормят. Да будем, выловим, вырастим. Вы знаете, значит, в целом тревожное, потому что мы, я знаю ситуацию по другим регионам, понятно, что правительство Российской Федерации нас держит в курсе. Значит, она, конечно, тревожная, ну, Магаданская область в первом квартале выскочила из, значит, скажем так, из общего ряда. Значит, у нас по сравнению с прошлым годом получился, если квартал к кварталу сравнивать, рост доходов миллиардов, что, значит, не позволило Магаданской области встать в очередь за помощью, наравне с регионами, которые потеряли в доходной части где-то по 15%, а то и больше. Значит, мы прекрасно, если вы помните, по-моему, одни были из первых интервью, я сказал, что в Магаданской области как ни у одной другой есть шанс пройти эту ситуацию без потерь. был такой? По-моему, на телевидении, по-моему, на Колома Плюсе, значит, на Волонтре. И эти слова сегодня подтверждаются. Значит, есть проблемы, и мы разбираемся с каждым налогоплательщиком, будем очень внимательно отслеживать. Мы исходим из того, что золото выросло в цене на 25% в долларах. Значит, мы исходим из того, что затраты, значит, на добычу идут в рублях, и инфляция составляет не более 4%. Значит, мы внимательно вместе с налоговой, со всеми структурами, с налогоплательщиками, крупными нашими предприятиями будем за этим вместе работать над этим. Поэтому у нас мы в диалоге находимся с Министерством финансов Российской Федерации. Буквально вчера я разговаривал с первым заместителем министра. Значит, мы понимаем наши проблемы и что нужно сделать. Но, опять же, добудем 46 тонн, значит, ситуация будет нормальной. Значит, нормальной с учетом даже тех мероприятий и планов, которые мы наметили, мы от них отказываться не намерены. Поэтому вот Магаданская область на данный момент, как ни один другой регион в экономическом, мы это увидели и при распределении 100 миллиардов, считается регион, значит, не пострадавшим на данный момент от всей ситуации. Значит, что касается малого бизнеса, ну, даже по ситуации на территории Магаданской области, вы знаете, значит, тоже ситуация пока интересная, значит, опять же, это статистические данные на данный момент. Наверное, они могут измениться с 1 июня. В отличие от других регионов, у нас нет ни одного обращения, ни в банке, ни, значит, там, на бирже труда, то есть, никуда, нигде, никто не обращался пока из индивидуальных предпринимателей. Наверное, значит, условия позволяют, что-то происходит другое, но факт есть факт. Более того, значит, если у нас в 2019 году требовалось, значит, то есть, запрос на рабочую силу, значит, то есть, запрос на обиржу труда был, значит, требовалось 3700 работников, то сегодня 2400, то есть, о чем речь идет еще, значит, по территории Магаданской области, и это вполне объяснимые вещи, значит, в связи с закрытием границ, в связи с проблемой перемещения, значит, ну и в условиях, когда нестабильность, иногда лучше остаться дома, значит, мы видим, что не приехало достаточно большое количество, так сказать, вахтовиков и сезонных рабочих, и больше возникла потребность, возникающая потребность в рабочей силе, значит, была восполнена в том числе за счет жителей Магаданской области, что положительно сказывается в целом на ситуации. Более того, вы прекрасно знаете, вот те меры, беспрецедентные меры поддержки, потерявшим работу, особенно те, кто имеет семьи, имеют детей, они позволяют пережить ситуацию. И надо сказать, что здесь у нас тоже ведется работа, я проверял буквально недавно, там цифры где-то на уровне, то есть 75 уже от общего числа обратившихся, такое же количество уже удовлетворено и прочее, там работа идет и я думаю, еще раз повторяю, у нас как ни у ни одного другого региона есть возможность пройти без серьезных потерь и потрясений. Все остальное зависит от нашего взаимодействия с каждым человеком, на это настроены, мы настраиваем наших государственных служащих, чиновников, как федеральных, так и региональных. Но и муниципалы не должны дремать. Поэтому но еще раз сезон только начинается, почему я и говорю, что значит если артели практически завезли людей в золотодороскопники, то смена караула на наших крупных предприятиях золотодобывающих, работающих вахтовым методом закончится где-то 15 июня. И очень важно мы увидим не дай бог повторение ситуации в Красноярске. Я уже об этом говорю. Мы с руководством поля золота это обсуждали.